В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь и гроза, днём преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 11-14, температура ночью 13-18, в горах до плюс 11, а днём 29-34 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10, днём будут порывы до 14, температура ночью 16-18, а днём 31-33 градусов тепла. В Черкесске прошёл отчётный концерт городского хора ветеранов под руководством Людмилы Городецкой. Зрители наслаждались живым исполнением как известных, так и совсем новых песен. Подробности у Али Баташева. На выступлениях перед студентами и школьниками участники хора стараются не только исполнять песни военной тематики, но и рассказывают о важных исторических событиях Великой Отечественной войны, её героях. Дети с большим удовольствием слушают, потому что для них это новое. И мы не только поём, но мы и рассказываем о том или ином. Вот недавно, значит, событие. Недавно у нас было 80-летие освобождения Карачаева-Черкесии, да? И вот мы говорили о нашем перевале, о наших героях, как там флаг поставил, кто поставил, как его снимали, ну и так далее. Красиво исполненная песня воздействует сильнее рассказа. Она быстрее всего доходит до сердца слушателя, независимо от его возраста, считает участница хора с 32-летним стажем Нина Шевченко. Нет для меня ни минуты, чтобы ни петь, ни танцевать, ни шутить. Песня помогает во всём, даже в горе тоже она помогает. Когда смотришь, поёшь, дышишь, и вот хочется всё отдать, чтобы они поняли, зрители, чтобы так же с тобой вместе пели, и наслаждались. Татьяна Макаренко не только исполняет песни других авторов, но и пишет свои. Её песня «Моя земля» вошла в состав репертуара хора. Я вообще очень люблю петь. И у меня дочка закончила тоже для жёстко-хорового отделения, у Лидии Ивановны. Вот в школе сейчас работает, и тоже постоянно выступает с детишками, у неё младшие классы. Так что песня – это неотъемлемая часть жизни. В репертуаре коллектива более 300 песен – народные и авторские, грустные и весёлые. «Ты, ты, жми, с моей лапочкой кисней, Кровачу я, чтоб хватит силушек, Развою вороны своих коней, Я для засновы и души. Репетиции коллектива проходят два раза в неделю. В мае следующего года хор ветеранов отметит свой 40-летний юбилей. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь. Сегодняшний день небогат на праздники, но мы всё же нашли. Сегодня день трудоголиков. Это люди с головой поглощённые работой, готовые жертвовать многим ради своей профессии. Под трудоголизмом понимают стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия. Если в вашем окружении есть такой человек, возьмите инициативу в свои руки, устройте ему выходной с поездкой на природу и пикником, выходом в кино или на выставку, вечеринкой в кругу друзей или простыми приятными времяпровождениями. Если вы сами трудоголик, найдите в себе силы и устройте себе отдых любого формата, не связанного с профессией, чтобы переоценить свою жизнь и увидеть в ней много новых интересных моментов и людей. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok